Друзья мои, цифровая история является в первую очередь общественным проектом, который создается при поддержке наших зрителей, за что мы не устаем их благодарить. Если вы заинтересованы в развитии нашего контента, вы можете оформить подписку на сервисе Patreon и тем самым поддержать цифровую историю. После этого вы станете сопричастны к созданию качественного контента, сможете смотреть бэкстейджи, разные интересные моменты со съемок и наших экскурсий, а также получите доступ к дополнительным материалам. Если же оформлять подписку у вас нет желания или возможности, вы можете поддержать нас единовременно по реквизитам, указанным в описании. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. Приветствую вас на своем канале «Цифровая история». Сегодня ко мне в гости вновь пришел Женя Норин. Женя, привет. Добрый день. И мы продолжим наш разговор о событиях Чеченской войны. Но прежде чем начнем непосредственно беседу, пару слов о предстоящем юбилейном фестивале цифровой истории, который пройдет 19-20 марта в Москве в ДК ЗИУ. Фестиваль юбилейный, а значит особенный. Он будет посвящен историям. Из истории каждый лектор, каждый докладчик расскажет какую-то увлекательную историю в разных жанрах. Будут там и триллеры, и историческая мистика, и морские приключения, и детективы. Ну, а вот Женя расскажет вестерну. Расскажи пару слов про это. Ну, вообще, я расскажу, как ни странно, про Дикий Запад. Там был такой замечательный персонаж Эльфьего Бака, который прославился тем, что однажды отбился от 80 человек, которые пришли его убивать сразу. Легенда Дикого Запада. Абсолютно легендарный персонаж, что называется, не круглый. Ну, я расскажу не только про него самого, но еще и про всякое, что происходило вокруг. Классно. Ну, а мой рассказ будет посвящен знаменитому Джеку Прогуну. Такой таинственной нечисти, которая объявилась в Лондоне в 1837 году. Вот проведем такое небольшое расследование, что же это такое было. Ссылочки в описании, по ним можно перейти, ознакомиться с полной программой и, соответственно, приобрести билеты. Друзья, ждем, будет очень классно и интересно. Ну, а сегодня к нашей новой теме и что же это будет жить. Значит, сегодня у нас будет такой небольшой достаточно сюжет, но очень важный и знаковый для Чеченской войны, о которой мы продолжаем рассказ. Это будет рассказ про самую известную зачистку Чеченской войны, об штурме села Самашки 7-8 апреля 1995 года. Почему именно этот эпизод? Потому что Самашки приобрели не просто какую-то известность, это стало своего рода жупелом Первой Чеченской войны, но там достаточно много очень таких специфических, именно относящихся к Первой Чеченской войне, обстоятельств и историй, которые достойны того, чтобы о них рассказать. Я прошу прощения, а жупелом для кого? Вообще для всех сразу. Я для начала просто несколько цитат. Правозащитник Лев Пономарев. Самашки правомерно сравнивать с Катынью, Лидице или Сангми. Анна Политковская. Самашки – современная Лидица. Общая газета. Село Самашки, где федеральные войска уже прославились в апреле прошлого года карательной операцией. Индепендент. Русские поджарили чеченское село. Аргумент УА. Российские каратели начали зачистку села. В результате массового убийства погибло до 300 межжителей и так далее. Из которых 150 еще исчезло. То есть... Нужно короткое пояснение, что такое... Может быть, кто-то не знает, что такое Лидица и Сангми. Лидица – это чешское селение, которое было уничтожено в ходе карательной операции в 1942 году нацистами. После убийства в Праге Рейнхарда Гейдриха, протектора богемии Моравии и главы имперской безопасности. Что касается Сангми, то это вьетнамская уже деревня, которая была сожжена американскими карателями. Причем там было убито колоссальное просто реальное количество мирных жителей. Жителей, женщин и детей. Картынь сюда, видимо, вставили до кучи, потому что Картынь – это несожженное село, как все знают. И особенного отношения к рассматриваемым событиям не имеет. То есть, это ложная аналогия. Ну вот. Надо было что-то советское добавить. Да, что-то было да надо. И вот примерно в таком же стиле, который я изложил, было выпущено огромное количество газетных материалов, репортажей и так далее и тому подобное. О чем мы, собственно, говорим. Село Самашки – это изначально казачья станица, основанная в середине XIX века, но к концу XX века там уже жили почти на 100% чеченцы. В 1991 году, когда к власти пришел Джохар Дудаев, экономика Чечни погибла, по сути, легальная. Там закрылся консервный заводик, там развалился совхоз, который изначально это село кормил. Но оно по-прежнему оставалось довольно крупным. До распада СССР там жило до 14 тысяч человек, и даже во время войны значительная часть народа там сохранялась. И, собственно говоря, события, о которых у нас пойдет речь в основном, они имели долгую предысторию. В начале войны Самашки оставались сильно в стороне от общей, скажем так, оси наступления российских войск. Они находятся в западной части Чечни, в предгорьях и на равнине, скорее. И поначалу российские колонны шли просто мимо этого села, потому что основные силы направлялись на Грозный, а село осталось немножко таким медвежьим углом. Но тут любопытный момент состоит вот в чем. Впоследствии очень педалируемой темой была полная, так сказать, мирность этого села. Вот такие букаллические пастухи, которые ничем, ни к чему дурному не были причастны. Пастараль. Да, пастараль практически. Но в селе на самом деле присутствовал в частности американский корреспондент Томас Гольц, который оставил несколько очень живых репортажей и видео, и текстовых, посвященные самашкинским, собственно, боевикам-тудаевцам. Все это свидетельство не с российской стороны, это свидетельство независимого журналиста. Да и штука. Причем, так сказать, детинушка-то не знал, что произойдет дальше. Поэтому рассказывал все, что называется, с точки зрения благородных повстанцев, которые там производят опустошительные рейды по российским тылам. Он там очень много рассказывал, прям с восторгом, про мастерство в изготовлении самодельных фугасов, про то, как они там импровизированные, какие-то импровизированные вооружения делают, как они там подбитую бронетехнику растаскивают на запчасти и тоже приспосабливают к делу. В общем, такой рассадник мира и добра уже был изначально. У нас, кстати, в некоторых публикациях упирали на то, что в Самашках якобы жило очень много людей из того же Дейпа, что Джохар Дудаев, но на самом деле это некоторое преувеличение. Там все-таки дело было не в том, что это какая-то дальняя родня Дудаева, а в том, что это все-таки было, так сказать, собственное вооруженное формирование, которое там появилось, сложилось достаточно быстро. И некоторые люди оттуда успели принять участие в боях за Грозный, потому что Грозный был, так сказать, открыт всем ветрам, и там существовали не то, что коридоры, а очень, в общем, был проницаем. Поэтому достаточно много народу из Самашек в Грозном успело повоевать. Но там тоже не сидели, так сказать, на месте. Дело в том, что мимо Самашек идет одна из ключевых автотрасс вообще в этих краях, которая ведет, собственно, на Грозный. И поэтому движение по дороге было достаточно интенсивным. А вот прикрытие там было очень таким умеренным. Там стоял блокпост номер 13, но нельзя было говорить о том, что доступ к дороге полностью изолировался или что Самашки полностью изолировались. И периодически на этой дороге совершались подрывы, возникали засады. И, в частности, в Селек от 30 января там на подходах к селу попало в засаду БМП или БТР морской пехоты, связная машина подразделения связи, она там была подбита, несколько человек погибло. Ну и, кроме того, все время возникали какие-то спонтанные перестрелки. Вообще, по данным МВД, на этом участке дороги погибло за первый месяц войны в Течне около 30 солдат. Ну, по поименным спискам, скажем так, 30 у меня не вытанцовывается лично, но то, что там были столкновения с убитыми, ранеными и перестрелкой, это факт. Причем там вот сгорел как раз который БМП или БТР. Это была машина, которая заехала внутрь села, видимо, случайно. Но ее там тут же уничтожили. Причем там достаточно быстро возник вопрос о том, не надо ли нам что-то с Самашками сделать. И вот уже к январю-февралю относятся первые переговоры, когда в конце концов глава администрации села и представитель Дудаева, Муса Мержеш, в общем, они отказали в доступе военных в село. То есть, с одной стороны, российское военное руководство предпочло бы, чтобы как-то эта проблема решилась, из-за другой, вот поначалу январь-февраль, это бои за Грозный, и все были сосредоточены на Грозном. Не до этого. Да, просто не до этого. Поэтому там вот стоял блокпост, стояли какие-то огневые позиции вокруг, и перестрелки случались, но ничего такого особенного. Вот после этого боя, когда погибли морпехи, село немножко обработали артиллерии и его окрестности, но без каких-то колоссальных жертв с обеих сторон. Там еще находится рядом Самашкинский лес. Это такой не то чтобы тайга, но ощутим заметный такой лесной массив, в котором периодически старались накрыть боевиков, в котором они действительно действовали. Как раз вот потому, что это крупный лес поблизости. То есть, такой не то что рай партизана, но место, которым надо заняться. Ну вот. А вот с конца февраля-начала марта уже началось решение проблемы именно Самашек, потому что Грозный уже добирали, в марте он был оставлен боевиками окончательно, оттуда вернулись отряды дудаевцев, которые вот именно организованные боевые отряды. Один из них пришел как раз в Самашки, и, значит, с другой стороны, именно российская сторона начала переговоры с боевиками, которые сидели в селе, и с администрацией села. С чеченской стороны представлял, чеченскую сторону представлял Лещ Абдурахманов, это Абдул Хаджиев, простите, это глава администрации Самашек, а российскую генерал МВД Юрий Косолапов. Сначала они заключили такую своего рода конвенцию о том, что в Самашках будет создан небольшой отряд самообороны местный, оттуда будет сдано тяжелое оружие, и, в общем, село будет соблюдать нейтралитет. В принципе, этот вариант устраивал лобби стороны, при условии, что боевики оттуда уйдут, организованные боевики именно. Причем у наших действовала агентура внутри Самашек, и, судя по всему, она неплохо выполняла свою работу. А какое население? Сколько человек там жило? До войны 14 тысяч, вот в ходе войны оно сильно сократилось, минимальная оценка – тысяч пять на начало описываемых событий. Ну, это довольно много, то есть, это такой поселок городского типа. Да, да, это крупненький поселок достаточно. Здание там преимущественно деревянное? Частный сектор, каменное здание, но не высотная застройка. То есть, это не село там из хрущевок, вот это небольшое здание частного сектора, практически на 100%. Ну вот. И, собственно говоря, вот эти вот переговоры, они, тем не менее, постепенно срывались. Дело в том, что, с одной стороны, старейшины были за то, чтобы в селе не было никаких там суровых зачисток, вплоть до того, что был прямо поставлен вопрос, что военным, что вы хотите, чтобы не было каких-то самых мрачных версий зачисток, обстрелов, штурмов, чтобы люди не погибали. Ну, и им, собственно, выкатили достаточно изначально мягкие требования, вплоть до того, что вот этот отряд самообороны предполагалось, что он может обладать стрелковым оружием, потому что, опять же, тут с точки зрения военных это было достаточно разумно, потому что собственных сил для контроля территории было мало, а проблемы обычного внеидеологического криминала никто не снимал, во-первых, а во-вторых, понятно, что безоружные люди не могут не пустить в село боевиков. Конечно. Но проблема в том, что боевиков там совершенно хватало организованных местных. И в результате вот эта вот, так сказать, конвенция, она привела к тому, что часть именно организованных боевиков тудаевцев ушла оттуда где-то к 7 марта, но когда через село проезжали, в том числе не военные, а журналисты, общественные деятели, то они просто отмечали, что там полно вооруженного народу. И по данным вот нашей агентуры, там было в общей сложности в селе роздано более 260 автоматов, плюс два пулемета и БМП. Опять же, тут любопытный момент. В отчете мемориала на эту тему указано, что БМП там якобы какая-то была, и что пулеметы там тоже якобы имелись, и что, в общем-то, не стоит доверять. То есть, на самом деле их не было. Да. Надо так понимать, да? Но штука в том, что я лично все-таки полагаю, что все это там имелось, потому что у нас есть как раз вот свидетельство Гольца, которое пишет именно о двух крупнокалиберных пулеметах, которые вот сдать. Ну а БМП, это просто установленный факт, это известно, что там в селе была сожжена некая единица техники. Возможно, это был БТР, но не суть важна. И погибли конкретные люди, так сказать, с именами и фамилиями. В общем, в таком вот режиме переговоры шли до конца марта. Когда 28 марта уже выставили новое требование к Самашкинсам, уже сдать и стрелковое оружие тоже. Потому что за время вот этих вот диалогов и перестрелок на подходах к селу, которые продолжались все это время, у командования российского возникло четкое уже убеждение, что что-то там недоговаривают, и игра с той стороны ведется не совсем честно. Другое дело, что старейшин, конечно, тоже можно понять, потому что у них с одной стороны дудаевцы, которые в селе присутствуют, а с другой стороны у них местные свои кадры, которые, ну как к ним не относись, это местные жители. И понятно, что для старейшин бы хотелось, чтобы для них все кончилось хорошо, и никто бы никого не трогал. Уточняющий вопрос. Когда старейшины, представители местного населения, скажем так, вели переговоры с российскими военными, как они объясняли метод изгнания боевиков из села? Вот как они собирались это сделать? Типа тоже переговоры, мы с ними договоримся, и они уйдут. Да, буквально так. Но понятно, что поскольку эти переговоры затягиваются, боевики не уходят, возникает ощущение, что, возможно, либо местное население не хочет на самом деле... Либо не может, либо не хочет. Просто не может. Ну а какие методы? Штука в том, что тут ведь еще именно что выгонять-то пришлось бы значительную часть и местных, потому что местных непримиримых было полно. Опять же, если мы... Граница между боевиком и мирным жителем, она была размыта. Да. Опять же, с точки зрения, допустим, того же мемориала, ну, самооборонцы вот это ополчение местное, его нельзя назвать боевиками. Но, скажем так, если мы используем такую неформализуемую штуку, как здравый смысл, то неподконтрольное правительство, вооруженное формирование, ну, это называется словом боевики. Даже если оно вот тут местное. Тем более, что они там не просто сидят, они периодически совершают какие-то недружественные акты. Хорошо. На представителей российской армии, они же наверняка доносили до переговорщиков мысль, что если условия договоренности не будут выполнены, тогда придется осуществить, ну, скажем так, тогда придется осуществить военные меры. Да, да, естественно. И вот на этом-то вот у нас и случился затык. То есть, с одной стороны, говорят, что проверка паспортного режима противоречит менталитету чеченцев, автоматов в селе 200 штук нету, про БМП вообще не знаем, о пулеметах впервые слышим. Пытались обойтись малой кровью и сдать там 10, 20, 30 автоматов, короче говоря, небольшое количество стрелкового оружия. В реальности там были, мягко говоря, не только автоматы. Дело в том, что самашки, как впоследствии выяснилось, были очень плотно обсажены минными полями. Причем, вот опять же, Гольц подчеркал неоднократно мастерство в изготовлении самодельных фугасов, и надо отдать должное, минно-взрывные заграждения выставлялись обильно и, так сказать, с большой любовью к профессии. Гольц всех сдал. Вообще полностью. То есть, шпарил просто непрерывно. Причем там с видео, там действительно довольно острый, умный такой кустарный станок для КПВТ, для крупнокалиберного пулемета. Знаешь, о чем подумал? И вот как работает пропаганда. Для того, чтобы сформировать определенную картинку у зрителя, необходимо насадить ее на уже имеющийся нарратив. Отсюда вот эти сравнения с Лидице, с Сангми и так далее. То есть, есть события, которые вообще ни разу не похожи, но тебе нужно назвать это Лидице или Сангми не просто для хлесткого сравнения, а потому что тебе нужно осуществить подмену понятий, чтобы ты думал о происходившем именно так, как это было в Лидице или Сангми. То есть, о том, что войска карателей уничтожили совершенно невинных мирных жителей, в основном женщин и детей. Вот, а дальше есть нюанс. Дело в том, что подступал апрель, а дальше должен был быть День Победы. Дело в том, что это был не просто День Победы, а поскольку дата была круглая, приезжали еще главы иностранных государств. 50 лет. Да. И вот для того, чтобы не... Короче говоря, существовал некий запрос на то, чтобы проблема как-нибудь решилась до 9 мая, и чтобы еще не создавалась проблем для высшего политического руководства страны. С другой стороны, военные уже били копытом и предлагали просто решить проблему классическим методом. Причем командовал этим процессом уже не Косолапов, который до сих пор вел переговоры, а командовал этим генерал-лейтенант Анатолий Романов. Достаточно известный и не совсем однозначный человек. Он, с одной стороны, он имел уже такую достаточно сомнительную славу за октябрь 93-го года, когда он участвовал в подавлении станет парламентаристов. А с другой стороны, Романов все-таки был достаточно адекватным командиром и запомнился скорее, ну, с положительной стороны, участником именно войны в Чечне. И, в общем, там был такой момент, который старейшины именно отметили, что какой-то незнакомый им генерал, который заявил, что если к урочному сроку оружие не будет сдано, то он выполнит свой долг. Видимо, это вот был как раз Романов, который выполнит свой долг. Собственно говоря, 6 апреля, 5 апреля начались перестрелки на подходах к Самашкам, и это был именно обмен огнем. Причем наши еще постоянно старались добыть боевиков, которые перемещались по окрестностям Самашек, то есть по Самашкинскому лесу, по ближайшим окрестностям. Люди, в том числе, которые иммунировали подходы. Да, причем это были достаточно жесткие обстрелы вплоть до градов и вертолетов. Но это не были удары именно по самому селу. Если туда периодически что-то залетало, но именно в рамках обстрела каких-то групп, которые перемещались снаружи. Плотность села не была блокирована, хотя периодически говорится о нескольких тысячах российских военных в окрестностях Самашек, но мне это представляется задранной сильно цифрой, поскольку село блокировано не было, и, собственно, в итоге там ударная группировка насчитывала человек 300. В этом своя логика тоже была, наверное, потому что если село не полностью блокировано, значит, из него можно уйти. А это отчасти и составляло цель. Да, это, собственно, не составляло цель изначально. И, собственно, весь вопрос был в том, чтобы буйные элементы оттуда как-нибудь уже бы свалили. Причем, кстати, важный момент, это была целиком операция, почти целиком операция МВД. То есть основную ударную силу составляли бойцы Софринской бригады внутренних войск, сотые дивизии тоже внутренних войск, Оренбургский СОБР и московский подмосковный ОМОН. То есть это была целиком операция МВД, и руководил ее генерал МВД. Причем она велась достаточно в щадящем режиме, то есть по самому селу изначально не предполагалось каких-то активных ударов тяжелым оружием. И, в общем, все были настроены на то, чтобы провести именно зачистку, проверку паспортного режима, там насадить блокпосты и оставить уже эту всю деревню за спиной и забыть, так сказать, как страшный сон. В общем, ультиматум Романова состоял в том, чтобы к утру 27 апреля сдать вот эти вот 264 автомата, два пулемета, которых там не было, но Гольц их показал на видео, и бронетехнику, которая там не была, но которую там сожгли. Внутри самашек шли напряженные дебаты все это время, потому что там имелась, так сказать, умеренная фракция и имелись радикалы. Но другое дело, что как ты заставишь радикалов сложить оружие и уйти, потому что заставить их было невозможно. И, в общем, 7 апреля у нас ультиматум истекает в 16 часов дня, но военные начинают маневрировать на подходах к селу. Там произошло несколько примечательных событий за 5-6-7 апреля. Во-первых, на фугасах подорвались танк и бронетранспортер, к счастью, убитых не было. А во-вторых, софренцы поймали человека, который оказался по национальности русский, а по социальному статусу раб. Вообще, там описывается... Ну... Вот, да. Это оказало, по всей видимости, на ум и настроение военных. Да, судя по всему, на настроение это оказало влияние. Причём, опять же, периодически пишут... Он бежал, как ему было? Да, он убежал оттуда. То есть, и... А известно имя этого человека? Дело в том, что это нам известно от Александра Березовского, Березовский здорового человека, который там был офицером разведки. Но он там не приводит имя, фамилию, но по его словам, вообще с русскими там достаточно всё напряжённая история. Это был местный житель какой-то, которого просто чеченцы взяли? Нет, это был именно раб, который... Нет, ну в смысле, как его в рабство обратили? Это классическая такая история чеченского рабства, когда люди приглашались на работу, а потом выяснялось, что уйти человек не может. Причём это началось явление как таковое ещё до распада СССР. Некоторые невольники потом с удивлением узнавали, что, оказывается, Советский Союз уже рухнул. То есть, это не было каким-то вот прям чудовищно массовым явлением, то есть, речь идёт о тысячах людей, но периодически, да, обнаруживается, что какие-то работники, о которых неизвестно даже фамилии, кто это такие. Потому что документы забирались и периодически вообще уничтожались. Ну, будем честными, это явление существует и сейчас. Я несколько лет назад читал подробную статью, не помню, возможно, из русского репортера о современном рабстве в Дагестане. Да, да, явление существует и сейчас, но тогда оно существовало тоже. Вот. В общем, невольника отправили в тыл, а военные начали уже готовить настоящий штурм. Тем более, что всё-таки, когда у тебя обнаруживаются минные поля на подходах, то там уже надо всё, надо проделывать проходы, надо вводить войска, и, в общем, стало понятно, что предстоит именно штурм. У меня, извини, пожалуйста, такой ещё вопрос. Ну, хорошо, вот боевики уходить не хотят из села, а мирное население... Начало. Оно убегает? Да. Оно же понимает, что сейчас война начнётся. Именно. Мирное население, оно начало уходить 7-го числа массово. А российские войска, они призывали мирное население победить? Призывали. То есть, буквально, вот выходите, двигайте отсюда, тут скоро начнётся война. Вообще, надо сказать, что российское командование вот здесь, оно проявило очень много, я бы сказал, настойчивости, и достаточно долго, прям упорно, говорил, что всё, здесь может начаться война, поэтому кто не отсюда, кто не хочет в ней участвовать, те уходите. Юридически всё выглядит конвенционально, коридоры оставлены, мирное население призывает выйти, объявляют, что будет... Да, но здесь есть нюанс. 7-го числа, когда люди выходили из села, даже два нюанса, во-первых, 7-го числа, когда люди выходят из села, по колонне начинают вести огонь. А по гражданским? По гражданским. Ну, не по гражданским, как таковым, а по вере голов, в общем, явно с целью напугать, не убить, но напугать. Причём обе стороны обвинили именно друг друга в этом, но с нашей стороны в журнале боевых действий сначала... Там есть две записи на эту тему, там сначала кто-то открыл огонь, а потом боевики ведут огонь. Это было зафиксировано вот в журнале боевых действий группировки, которая вела на саду. Опять же, с точки зрения боевиков они ничего такого не делали, и что это вели огонь российские военные. Но это выглядит достаточно странно с точки зрения логики, потому что, с одной стороны, наши всё время уговаривают уходите, 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 а потом якобы начинают обстреливать и загонять людей назад. Причём в справке МВД по поводу всего этого безобразия впоследствии, ну, я помню, там 7 или 8 фамилий людей, которые показали, что обстрел вёлся со стороны села. То есть, это были конкретно люди с именами, с фамилиями, что называется, пойти да проверить. Это вот сами беженцы. Да, да, это сами беженцы. Часть людей вернулась в село, часть всё-таки ушла. Причём убить-то вроде как никто не погиб, но транспорт, например, сгоревший автобус, например, есть точно. То есть, попадало где-то вот рядом поблизости. Дальше произошло такое не совсем, не получившее внятного объяснения событие. Дело в том, что всё-таки, судя по всему, обстрел села начался незадолго до истечения срока ультиматума. Ну, там речь идёт где-то о 15 минутах. То есть, где-то за 15 минут до формального истечения срока ультиматума начался именно обстрел Самашек. Причём, ну, это уже точно с нашей стороны, но это, судя по всему, обстрел именно с целью накрытия боевиков. Причём там впоследствии некоторые объяснения звучали очень странно. Например, один из жителей Самашек погиб якобы в момент, когда он перестилал шифер на крыше консервного завода. То есть, консервный завод уже несколько лет как не работал, с одной стороны, а с другой идея перестилать шифер в момент буквально за 15 минут до объявленного штурма. Через 15 минут нас будут обстреливать. Да. Будут спеть шифер на работающем заводе. Именно, да. Вот. Поэтому тут можно, конечно, предположить, что шифер такой себе. Ну вот. Собственно говоря, где-то уже после 16 часов и начался штурм, собственно, Самашек. Организован он был достаточно неплохо, судя по всему. Во всяком случае, по меркам армии 90-х он был организован хорошо. Вот Березовский, кстати, прям даже специально упоминает, что у каждого командира штурмовой группы была портативная рация, связь держали, причем там нештатные моторолы у них даже нашлись. И, в общем, процесс был организован нормально. Другое дело, что вот из-за всей этой военно-полевой дипломатии ввод солдат в село начался уже достаточно поздно. То есть, там уже все дело шло к вечеру. И причем дальше начинается следующий вопрос. Во-первых, в отчете мемориала в этом месте, конечно, начинается очень смешной момент, что, ну, противоречивые сведения есть о том, был ли там вообще бой. Сведения настолько противоречивые, что в центре Самашек, например, был на фугасе подорван танк с минным тралом, экипаж не погиб, но танк, он там остался очень надолго, привлекая внимание фотографов постоянно вот именно из-за трала. Ну, красиво, противоречивые. Да, поэтому его довольно много раз сфотографировали, и, скорее всего, если вы увидите танк, подбитый в Самашках, то подбитый танк с тралом в Чечне, то, скорее всего, это вот этот самашкинский танк. Ну, и вообще, опять же, если брать, скажем так, чеченско-правозащитную версию, то в Самашках остался только небольшой отряд человек в 40 местных ополченцев. Сами участники боя с чеченской стороны тоже говорят, что людей там было очень мало, так сказать, почти ничего у них на руках не было, организованного сопротивления не было. А смысл оставления этого отряда заключался в чём? Вероятно, они всё-таки пытались не пустить военных в село и дать какой-то настоящий бой, и, возможно, не всё-таки отбить штурм. Это я понял. А военный смысл в чём? 40 человек пытались отбить нападение 300? Да, в том-то и штук, что 40 человек, да, с берданками отбивают нападение 300 с танками. Но тут есть ещё один момент, который заставляет усомниться в версии, что там было 40 самооборонцев. Во-первых, судя по нашим отчётам, сопротивление было очень активным и осмысленным. Причём местами даже с такими нетривиальными тактическими штуками, типа, например, вклинить небольшой отряд между двумя штурмовыми группами, чтобы он пострелял в обе стороны, чтобы спровоцировать дружественный огонь. Причём иногда это выглядело достаточно ещё малоприятно, то есть там в темноте кого-то видят, ты кто, тот отвечает, а это ОМОН и очередь навстречу. То есть отбивались достаточно упорно. И в поимённых списках погибших в них вообще-то 18 человек. Ну там разные есть варианты поимённых списков, в некоторых 16, в некоторых 19. Это общее число или с нашей стороны? Это с нашей стороны погибших. То есть МВД потеряло 18 человек погибшими в ходе штурма села мирного. Вот был, собственно, уничтожен танк, был подбит бронетранспортер в ходе боя. То есть вот весь этот арсенал, он реально стрелял. И противник, он оказывал достаточно упорное и осмысленное жёсткое сопротивление. 18 человек – это много, это именно убитые. Это именно убитые, да. А с раненым? Ещё несколько десятков раненых, 52, по-моему, человека там было ранено. Говорухи, на всяком случае, в последствии комиссии Говорухи, там говорили о 52 тяжелораненых. То есть 18 человек убито, 52 тяжелораненых. Да. И бой шёл до глубокой ночи. То есть село довольно крупное, поэтому проскакать его вот там за полчаса, конечно, было невозможно. А сколько человек из Чеченской страны убитых было? А вот к этому мы ещё перейдём, потому что это достаточно специфический вопрос. С нашей точки зрения в селе было до 300 дудаевцев, из них 120 убито, но мне кажется, что это цифра задранная, потому что всё-таки 300 боевиков – это чертовски много, это не вышибешь оттуда за ночь. Ну да, то есть это равный. Да, это равный состав получается. Сколько, наверное, в село зашло-то, не 300 человек сразу с нашей стороны? Нет, с нашей стороны 350 человек – это именно общий состав штурмовых групп. Но, кстати, штурм вёлся, опять же, достаточно аккуратно. То есть, да, там использовалось тяжёлое пехотное оружие, там использовались шмели вот эти знаменитые, но танки сделали буквально считанные выстрелы, и в целом крупнокалиберные пулемёты БТРов и шмели – это было самое тяжёлое оружие, которое там систематически применялось. И вот после артобстрела, который был совершён в второй половине дня, ничего там тяжёлого не использовалось. Ну и ещё один там пакет Града отработали по южным подходам к селу. Вот, то есть штурм был тяжёлым, потери были очень ощутимыми. И бойцы, которые в этом участвовали, они это описывают именно как достаточно жестокий бой. Но, собственно говоря, кульминация событий с точки зрения, скажем так, информационного влияния на всё это, она наступила на следующий день. То есть, бой шёл активный до часу ночи, где-то часов до семи утра какие-то спорадические перестрелки, а на утро началась, собственно, зачистка села. Вот тут она по всем отзывам велась достаточно жёстко, в том числе по отзывам солдат. Были ли у наших потери убитыми, точно нет. Хотя в том же списке Павла Милюкова, который наиболее подробно на данный момент вообще поимённый список наших потерь в первую чеченскую. И вот там несколько человек значатся убитыми 8-го числа, но всё-таки это либо внесённое в 8-ое по ошибке, либо раненое, умершее на следующий день. Вот. Но по словам одного из ОМОНовцев, его подразделения были ранены вот именно 8-го числа. То есть какие-то спорадические перестрелки возникали тоже. Но в основном это всё-таки была именно очень жёсткая зачистка. То есть военные шли по селу, проверяли дворы, дома и зачастую просто стреляли на шорох, кидали гранату в подвал, прежде чем зайти туда самостоятельно. Достаточно много народу задержали и отправили в МОЗДОК на фильтрацию. Вот тут мы подходим к вопросу о потерях со стороны возможно боевиков, возможно гражданских, потому что это выяснилось, как выяснилось, не такая уж простая задача была отделить ОМОНовцев от козлищ. В отчёте мемориала приводится 103 имени, это пофамильный список, погибших в Самашках. Тут, правда, существует несколько нюансов. Во-первых, там нет никакой разблюдовки, кто боевики, кто гражданские. Там сразу кидается в глаза огромная диспропорция. Там из 103 погибших 90 мужчин, 13 женщин. Причём наибольшие потери, это именно мужчины среднего возраста. То есть детей в общей сложности 18 и младше 6 человек. Из них 5 подростков, одна девушка, которая погибла при арт-обстреле случайно. 18-19 это уже не дети. Ну да. Ну и строго говоря, учитывая характер формирований дудаевцев, подростки в принципе никого, что называется, не удивят. Вот. Ну это опять же, эту разблюдовку даёт мемориал. Ну вот. Собственно говоря, какой была судьба задержанных? Задержали довольно много народу, задержали под сотню там людей. Из них, ну и судя по всем отзывам, задерживали довольно жёстко и, грубо говоря, там без мордобоя не обошлось. То есть были насилия? Да, то есть вот, ну, с точки зрения солдат, тут уже вообще всё было, так сказать, на них. Это вот для многих военных уже отношение характеризовалось к чеченцам как таковым, в духе, что да на вас пробу ставить негде, все они одним миром мазаны. Этот феномен, он широко известен, что в Афганистане, там, что в каких-то других конфликтах. Ну а, грубо говоря, политические органы, они пытались пресекать Вот, сейчас с задержанными две секунды, потому что с задержанными там тоже своя отдельная история. Там существовал, опять же, тезис, что задерживали всех мужчин. Но на самом деле село всё-таки большое, в действительности в Моздокский фильтрпункт доставили 83 человека, то есть говорить о тотальном задержании не приходится всего мужского населения. Из них 65 отпустили, один был помещен в госпиталь, но дальше, пятерых передали для дознания, а 12 передали для обмена на пленных российских солдат. То есть, это такой тоже любопытный момент, то есть, эти 12, это вот, видимо, были именно боевики, относительно которых было убеждение, что это боевики, потому что очевидно, что на пленных солдат вряд ли будут менять первого попавшегося пастуха. Да, а вот такой вопрос именно о этих 12 известны? Вот мне не попадалось именно списков задержанных, но вот тут, к сожалению... То есть, видимо, в данный момент эта документация засекречена? Да, да, да. Вот. Вот, собственно говоря, на этом кончились именно основные события в селе Самашки. И начался вопрос о... Трактовке, медийная кампания началась. Да, началась медийная кампания, началась она просто чудовищно. То есть, через несколько дней туда явились, собственно, правозащитники, включая депутатов, и пошла вот гулять вот эта вот история о Сангми. Я понял, Лев Пономарёв перепутал Катынь и Хатынь. Я этого сразу не понял. Видимо, да. Слушай, вот вполне возможно, что просто перепутал реально Катынь и Хатынь. Вот, депутат Шаббат выдал вообще экзотическую версию о геноциде в пределах двух центральных улиц Самашек. Вот. Но, в общем, достаточно шуму наделала вся эта история очень много. И причём с точки зрения журналистов это была прям действительно этническая чистка, и медийная бомба взорвалась просто грандиозно. После чего туда отправилась парламентская комиссия во главе со Станиславом Говорухиным. Режиссёром. Да, режиссёром, да. Вот. Политических взглядов Говорухина – это отдельная история, но вот что касается конкретно событий в Чечне, то тут надо ему отдать должное. Он очень много чего сделал для установления, так сказать, картины мира. Причём военные потом отмечали, что Говорухин пахал не за страх, а за совесть. Вплоть до того, что он старался там оторваться от сопровождения, чтобы с жителями поговорить отдельно, без, как говорится, надзора. И, в общем, достаточно добросовестным и отважным человеком был. Потом была очень смешная история, когда Александр Черкасов из мемориала характеризовал это так, что Говорухин, как творческий человек, так сказать, волевым усилием развидел многие ужасы, творившиеся в самашках, потому что Говорухин на самом деле… Обычно творческие люди, наоборот, волевым усилием видят ужасов, которых там не было. Да, Говорухин, он собрал заявление о разрушении домов таковых, оказалось 37 полностью разрушенных, что довольно много, конечно, но вполне объясняется штурмом. Собрал заявление о разрушениях, при этом его выводы, в общем-то, получились достаточно щадящими, что имел место быть штурм, что там есть какие-то вещи, которые требуют действительно объяснения, но, к сожалению, они впоследствии так объяснения и не получили, в частности, об открытии огня за 15 минут до срока истечения ультиматума. Но, в целом, то, что произошло там, вполне объясняется обстоятельствами. То есть, штурм и последующее просто обозление со стороны солдат предшествующими событиями. Потому что, с точки зрения военных, их очень долго пытались выдить за нос, обманывать, а потом устроили кровавый бой. Причем, по нашим данным, например, фугас, на котором подорвался танк в центре села на Кооперативной улице, он был заложен как раз, пока шли вот эти переговоры. Ну, что, в общем-то, логично. Вряд ли кто-то стал бы минировать улицу, не имея в виду, что прямо сейчас начнется штурм и бой. В результате, вот те материалы СМИ, которые я озвучил вначале, они, собственно, и сделали всю эту историю жупелом. Причем была вброшена вообще какая-то безумная история от неких трех анонимных чеченок, чеченских журналисток, в которой фигурировали там 30 повешенных детей, старику, которого вырезали сердце, какие-то толпы убитых, замученных, изнасилованных и так далее и тому подобное. Но это все изначально распространило издание «Чеченпресс». Ну, понятно, что оно, собственно говоря, настаивало на такой максимально зверской версии. Правда, чеченпрессовцы, они выдали еще один своеобразный момент, который хорошо шел на ее целевую аудиторию, но не очень хорошо пошел бы на российскую и на западную, а именно о том, что в селе присутствовала некая шариатская гвардия, которая пришла туда и вела бой. То есть, это не местная самооборонность все-таки были. И вообще говоря, вот с точки зрения Сергея Максудова, который потом эту всю историю описывал, значительная часть убитых якобы в ходе зачистки, это могут быть вообще жертвы боев за Грозный, потому что там показывались, правозащитникам активно показывали свежие могилы, но в результате чего конкретно эти могилы образовались, мы точно не знаем. Потому что, опять же, вот этот вот перекос между, перекос гражданских потерь в сторону именно мужчин боеспособного возраста, ну, он просто бросается в глаза. А для установления истины все-таки нам надо понять, а есть ли какие-то свидетельства, вот прямые свидетельства об убийствах, совершенных во время зачистки? Во время зачистки есть прямые свидетельства, но дело в том, что это всегда выглядело примерно как военные там выстрелили по окнам из крупнокалиберного пулемета, там погибли люди. Там есть прямые свидетельства, что кого-то там расстреляли, именно прям расстреляли. Нет, ну а как это звучит? Вот военные идут по улицам села и решают выстрелить в первый попавшийся дом или из этого дома открывают огонь? Нет, там было не то, что открывали огонь, но показалось подозрительным. Это просто классика жанра, если боишься заходить, закатив впереди себя гранату только за угол. Это обусловливалось именно тем, что предыдущий день это штурм, и ночь это штурм, и бой. 8 числа всё-таки там тоже были перестрелки, в том числе с ранеными с нашей стороны. И тут понятно, что военные идут, увидели какое-то подозрительное шевеление, ну и дали туда очередь и закатили гранату в подвал. И вот там действительно погибали люди. То есть это уже были без дураков мирные люди, которые хавались по подвалам. Но какое количество надо понять? Вот всё-таки проблема вот именно в том, что о значительной части людей есть какие-то одиночные свидетельства о том, при каких обстоятельствах человек погиб. Либо это свидетельство, вот плана, как вот тот персонаж, который 7 числа чинил крышу. Всего вот 8 погибло, насколько помню, 38 человек из этих убитых. Вот, ну то есть это много. То есть это в ходе зачистки. Да, это много. Это уже... Это много, да. Да, это много. То есть это треть. Но опять... Сколько всего, напомню, пожалуйста. 103. Но опять же, вопрос в том, погибли ли они действительно 8 числа. Потому что вот есть достаточно правдоподобная звучащая версия, что показывали вообще скопом все могилы, которые хоть как-то подходили по времени, в том числе те, кто вообще-то погиб до этого. Ну, к тому же, наверное, могли быть раненые, которые опять же точно так же, как и российские. Да, плюс умирающие раненые и так далее и тому подобное. Вот. Ну, а в итоге военная прокуратура провела расследование, никого не наказала, никого не стала привлекать к ответственности. Говорухин сделал свои выводы и их опубликовал. По этому поводу были дебаты, которые тоже окончились ничем. Ну, а вообще сами по себе бои за Самашки и зачистка, они остались в качестве такого... Такой вот именно образцовой истории Первой Чеченской войны. И здесь, конечно, нам эта история много чего может рассказать о характере Первой Чеченской войны, но это не совсем, конечно, история о том, что свирепые вояки прошлись по селу и всех убили. То есть, здесь мы видим, с одной стороны, военных, у которых есть задача все-таки провести операцию в Чечне и закончить ее в разумный срок с приемлемыми потерями. В том числе среди гражданского населения, потому что вот тут, мне сложно судить, связано это с тем, что все-таки операцию вело МВД, но мы видим с самого начала просто старание как-то все-таки ограничить пределы насилия, и при самом штурме мы не можем сказать, что военные шли там, сметая все на своем пути. Я думаю, что они отчасти, отчасти, я не могу этого подтвердить, но мне так кажется, что они отчасти исходили из мысли, что всемирные ушли. Да, да. Потому что они дали такую возможность. Да, наверняка они исходили вот именно из этого, и вот кстати, да, у Березовского это подчеркивается, что мы же дали возможность всем уйти. Кто хотел, те ушли. Вот. И что там, если мы видим, что там оставшиеся в селе там бегают по кругу, зикр пляшут, ну явно это вот не мирные крестьяне, которые сейчас нас тут будут встречать с белым флагом. С другой стороны, мы видим старейшину и администрацию Самашек, у которой хоть боевик, хоть бандит, но свой. С другой стороны, есть еще пришлые. И там, например, некоторые покойники, они так довольно долго там, по крайней мере, один покойник там довольно долго там и лежал в Самашках, потому что непонятно, чей был, и не местный, не Самашкенец. А старейшины остались? Да, да. Там никого по итогу там не наказали, все. Нет, нет, я имею в виду, они остались в селе? Да, они остались. А живы они остались? Живы остались. То есть, там не то, чтобы всех убить. А что они говорили? Потом, как они, как это выглядело глазами старейшин? Как это выглядело глазами тех, кто вел переговоры? Ну, впоследствии они вот выступали именно, что мы пытались убедить, что пытались убедить военных не устраивать зачистку, но вот уж... А боевиков пытались убедить уйти? Да, но военные были уж очень настроены на войну, поэтому, так сказать, ничего не получилось. Ну, и с третьей стороны, у нас есть гражданские, у которых моя хата с краю, которым просто реально хочется жить. Ну, и с четвертой есть боевики, потому что, кстати, когда я говорил на одном из предыдущих выступлений, что боевики относились к населению Чечни, в общем-то, как к ресурсу, все, то там достаточно много было комментариев, что что ж ты порочишь, так сказать, светлое имя, ну, со стороны чеченцев, что ж ты порочишь там наших людей, но вот на практике мы видим ситуацию, когда боевики не хотят уходить из села, когда именно они остаются в селе, они ведут бой, несмотря на то, что понятно, что там будут потери, несмотря на то, что там понятно, что будет зачистка, когда минируют улицы прямо уже перед штурмом, то есть со стороны дудаевцев мы, мягко говоря, не видим какой-то заботы о том, что, собственно, будет с населением. То есть никто не уходит там в леса, в горы партизанить, вот, собственно, идут бои, продолжаются. Вот, Самашки потом штурмовались еще раз, уже во время кампании 96-го года, причем там тоже была отдельная история, это был достаточно кровавый штурм с очень высокими потерями именно у боевиков и у наших тоже. Генерал Романов был осенью 95-го года уже в статусе командующим объединенной группировкой в Чечне, подорван в Грозенском туннеле, когда ехал на переговоры, он был крайне тяжело ранен, хотя остался жив и до сих пор остается парализованным инвалидом. Вот, ну, а война продолжалась и ее дальнейший ход и исход, в общем-то, нам известен. Вот такая история. Трагическая в любом случае, потому что даже если там, не знаю, единицы мирных жителей погибли невиновных, это все равно трагедия. Да, да, то есть я бы не сказал, вряд ли там именно единицы погибли, то есть потери среди гражданских, они были достаточно ощутимыми, это тоже надо понимать. Десятки людей. Да, это в любом случае десятки людей. Вот проблема в том, что это классическая беда партизанских и контрпартизанских войн, что очень сложно отделить мирных граждан от граждан немирных. И одни все время пытаются мимикрировать под других. И здесь военные и гражданские, они оказались во многом заложниками вот именно этой ситуации, когда противник пытается раствориться в массе мирного населения. И это, кстати, тоже надо учитывать, когда мы говорим о, скажем так, гуманитарных аспектах вот этой войны и подобных войн, что никогда не надо забывать, что существуют еще вот сами эти партизаны и террористы. Потому что если вот читать отчет того же мемориала или отчет, скажем так, журналистов гуманитарной направленности, то активность боевиков, она остается вообще где-то за кадром. То есть возникает ощущение, что военные врываются и просто так воюют, непонятно с кем. А вот это все-таки всегда надо учитывать, что в данном случае одна из сторон была заинтересована просто в том, чтобы раствориться среди населения, чтобы перемешаться. И потому что вот именно это позволяло не только более успешно вести бои, но и потом создать соответствующую медийную картинку. Это правда. Это правда. Ну что ж, трагично, конечно. Трагично. Спасибо большое. Про что в следующий раз поговорим? А в следующий раз я думаю, что поговорим все-таки о завершающем этапе Первой Чеченской войны, включая Хасавюрт и включая бои в Грозном и все события, которые им сопутствовали. С политической составляющей. С политической составляющей, конечно. Я попрошу поподробнее, как обычно, рассказать про позицию Бориса Николаевича Ельцина и также про генерала Лебедь. Да, однозначно. Спасибо большое. Спасибо вам. А на сегодня все.